Вот, идеальное решение. Приходишь и говоришь, Владимир Владимирович, вот вы там все мучаетесь, открываете ОНФ, ОСИ, а они вам кричат, все равно будет СОСИ, а тут оказывается дело-то все просто. Вас же уважают, любят, правильно? Правильно. Боятся? Боятся. Губернаторы вас боятся? Все боятся. Что делаем, значит? Просто привозим вас там, где от вас ужас, и просто все проблемные места самозатыкаются, потому что, ожидая вашего приезда, там все починится. Все починится, и люди будут довольны. И все. Ваша работа превращается в бесконечное путешествие. А мы потом начнем по миру кататься. Вернее, вы и так же катаетесь по миру, вы их там-то кошмарите, так ты лучше по России покошмарьте. Чего вы туда тратите? Билеты дороже, раз. Я понимаю, что у вас собственный самолет. Это вообще-то не ваш самолет, это самолет страны, так-то на секундочку. И почему вам надо? Нам тоже надо, мы тоже хотим полететь. Возьмите нас с собой, все равно с поражняком идете. У вас там сколько свободных коек или мест? Я тоже хочу в Брюссель попасть, может, как и вы. Никакой магии, никакой химии, вернее, сплошная, блядь, органика. То есть привез, закошмарился сам. Тот, кто косячит, тот кошмарится. Кто не косячит, тот с хлебом, с солью выходит, встречает. Это еще и тест. Тестирование. Если после вашего приезда вдруг люди начали, и СМИ местные, писать о том, что как стало зашибись, это значит, что там проворовавшийся губернатор. Потому что он только для вашего приезда все там заткнул. И не факт, что он будет затыкать это дальше. Это надо ему тогда знать, что вы, вернее, понимать, что теперь вы в графике. Вы будете приезжать к нему, как говорится, каждые, может быть, полгода. Теперь. Когда до вас очередь дойдет. Теперь он, зная это, будет держать все в порядке постоянно. Вот. Ну, то есть, как бы вы приехали, там вдруг все улучшилось. Это же видно, в СМИ там написали об этом. Люди там, мнение общественное. Вот у нас наш-то молодец, прям все взял, починил. Хвала ему. И Владимиру Владимировичу тоже туда же. Вот. И, соответственно, если после вашего отъезда из области, из края, из какого-нибудь, ну, как бы ничего не изменилось в плане того, что, в смысле, и так, как было хорошо, так и осталось хорошо. Ну, нет скачка вот этого роста жизни населения, да, там как-то общественности. Значит, там нормальный человек сидит, он работает как надо. Потому что он делает сразу, заведомо, все классно, да. У него люди, как бы, не ропшут. Они такие, они нормальные. Все, о них заботятся по-настоящему, не о себе, а о людях. И ему от этого хорошо. Ну, просто ему хорошо от того, что людям хорошо. Это просто хороший человек. Так, такой тест проводишь и получаешь уже, как бы, тут можно почистить кадры. Если ты понимаешь, что после этого человека, приезда, то есть, к этому человеку, у него сразу расцвет, значит, до этого был упадок. Значит, его под кочерыжку списали на какие-то должности, там, второстепенные, иди работай на завод, как бы, что-нибудь там делай. Работа есть всегда. А на его вместо другого, там уже как-то, ну, уже там, более, как говорится, детально проработав на кадровом еще подборе кандидата. И там уже смотришь, там, как человек, чего, как. Ну, наверняка же есть спектр людей, которые достойны, уже доказали свою, там, честность, праведность, масса же таких людей. Вот. И вот так постепенно, постепенно, я думаю, за годик вообще можно тут вообще все, ну, за два, за три-то точно можно уже все тут, как говорится, поддавить, прибрать. Тем более, это ни для кого не секрет. Все всегда говорят, Владимир Владимирович, приедите к нам, у нас хоть дорогу построят. Вот. То есть это работает. Значит, надо просто перераспределить трудоресурсы. Надо перестать заниматься херней, надо перестать выдумывать сложные схемы. Все простое, оно всегда, вернее, все гениальное просто. И все самое рабочее, работоспособное, это максимальная простота механизма. Автомат Калашникова даже это доказал. Все его в пример приводят. Он такой простой, как автомат Калашникова. Чего же мы так усложняем жизнь? Давайте упростим. Давайте будут простые взаимоотношения человеческих договоренностей. Договорились, значит, не отступаем от своего слова. Это же закон. Это же приятный закон. Всегда же приятно иметь дело с человеком, который держит свое слово. И ты думаешь, блин, кремень, вот бы мне так. А я-то постоянно тут слабину двою даю там туда-сюда. А этот кремень, хочется равняться, он лидер, за ним люди тянутся. А что мешает нам всем быть такими? Ну а что страшного в том, что ты там держишь слово? Что-то, или не врешь, например, никогда. Что-то страшного. Ну это страшный может быть переходный момент. А как, я же всегда врал, а теперь не вру. А теперь я буду говорить правду, все узнают, что я дрочу, блядь, боже, что делать. Вот. Это же переходный момент. А потом ты когда просто начнешь правду, говорю, да, я дрочу, все. Все, и ты как бы, все, и тебе легче становится. Тебе нечего скрывать. Тебе не надо ничего выдумывать, что-то прятать. На это нет, не надо тратить силы. Нет страха, что тебя придут, заберут или в чем-то обвинят. Потому что ты честный, открытый. Ты такой, опа, возьми меня, мне похуй. Я все сказал. У меня нет ничего стайного, блядь. Помызные мои чистые, чистые, искренние. Вот. И хороший. Ну потому что искренне все. Видите, о, не фенасе. Ты какой-то по-настоящему хороший человек. Все, вот просто вот так обнулились. Это же получится простая жизнь. Ведь для чего нужны законы? Пишутся законы. Чтобы регулировать негативных вот этих педиков, которые ведут себя неправильно. Которые не, как говорится, как сказать, не оборудованы полным набором этих моральных качеств своих. Там, там, добрость, честно, сердечную, там, честную. Так, значит, я опять от темы ушел. Владимир Владимирович себя возим, и страна вся тогда приводится в порядок. Такой проект на год. Вот. А та тема, с которой я спрыгнул, то я что-то подзабыл уже. Что я там тоже что-то болтал-то? Какая-то была интересная штука телега. Блин. Возьи Вову. Возьи Вову это потом уже появилось. Прежде была не Возьи Вову, а была, что-то я отпрыгнул там на Вову. Не помню уже, короче. Вову взял всю энергию на себя. Маршрут перестроен. Ага. Вы что все ввезем? А затем поверните направо. Присошлось. Так, что, я тогда иду в этот. Продолжение следует.